Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Яйгери Мукашева. Вот главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агросезон 2020. Посевная площадь в Северном Казахстане в этом году составит 4 млн 209 тыс. гектаров. С начала года сельхозтоваропроизводители начали обновление машино-тракторного парка. За это время закупили 665 единиц более чем на 12 млрд тенге. Продолжается работа и по диверсификации посевов. Подробнее о подготовке к весеннеполевым работам расскажет наш корреспондент. В этом году в Северном Казахстане увеличат посевы сои. Ее будут выращивать на площади 47 тысяч гектаров. Больше посадят гречихи для обеспечения продовольственной безопасности. Сейчас в регионе ведутся работы по задержанию влаги. Их выполнили на 96% земель. Также планируют внести в почву 130 тысяч тонн минеральных удобрений. Половина от общего объема уже на складах. Предусмотрено также приобретение ГСМ по льготным ценам. На весенние полевые работы выделено 68,9 тысяч тонн с двух заводов. Отравский и Павлодарский нефтеперерабатывающий заводы. Мартовские объемы в объеме 10 тысяч тонн уже поступило сельхозтоваропроизводителям по цене 165 тенге за литр. Материальная поддержка – одна из главных составляющих успешного развития сельскохозяйственного производства. Для укрепления финансовой стабильности товаропроизводителям одобрили выдачу кредитов на проведение весенних полевых работ. Это 502 заявки на 19,6 миллиардов тенге. В этом году у нас предусмотрены несколько программ льготного кредитования. На эти цели в целом по республике было выделено два транша – это 70 миллиардов и 100 миллиардов. Этим инструментом действительно пользуются наши сельхозтоваропроизводители через финансовые институты, которые находятся у нас в области. Производить посевную компанию специалисты опытной станции рекомендуют с 10 мая по 5 июня. А пока местные аграрии занимаются подготовительными работами. К примеру, в Уолихановском районе по состоянию на 4 мая аграрии внесли 658 тонн минеральных удобрений, протравили больше 7 тысяч тонн семян. В 2020-м 126 тысяч гектаров здесь отвели под зерновые и зернобобовые. В основном под пшеницу – 100 тысяч гектаров. И почти 2 тысячи гектаров под чечевицу и зерносмесь. Масличные посеют на площади в 46 тысяч гектаров. Это лен, рапс и подсолнечник. 29 тысяч займут кормовые. 24 тысячи гектаров отвели под пары. В условиях карантина в областном управлении сельского хозяйства создали штаб для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям. В Северном Казахстане продолжается весенняя вакцинация скота. Ветеринары обходят подворья сельчан, берут анализы крови у животных на различные заболевания. Ставят прививки от бруцеллеза, туберкулеза и сибирской язвы. В этом году на эти нужды из республиканского бюджета выделили 800 миллионов тенге. Мой коллега Абай Альжанов вместе с ветврачами побывал в одном из домашних хозяйств Козылжарского района. На домашнем подворье у Сабита Макенова коровы, овцы и лошади. Одним словом, небольшая ферма. За каждой головой нужен тщательный уход. Чтобы обезопасить свой скот от различных болезней, дважды в год проводят вакцинацию. Животных обследуют на туберкулез, бруцеллез и сибирскую язву. Сначала ветеринары осуществляют забор крови у поголовья. Результаты придут через три дня. Если заболевания не обнаружат, то тогда приступят к вакцинации. Прививать домашних животных ветврачек из Лужарского района начали еще в марте. Они обходят каждое подворье, обрабатывают скот, данные записывают в ветпаспорт. Привили уже больше 40 тысяч крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей и свиней. На сегодняшний день 70% поголовья животных исследованы на бруцеллез туберкулез, вакцинированы против сибирской язвы и других болезней. Эпизодическая ситуация в области стабильная. Вакцина у нас в области достаточно, да. Нам направляют его с Министерства сельского хозяйства. Ветеринарные специалисты, обеспеченные спецодеждой, работают в масках и перчатках. После посещения подворья и хозяйств субъектов, руки и обувь обрабатывают дезинферсовыми средствами. В этом году ветеринары Северного Казахстана запаслись вакцинами в полном объеме. На эти нужды из республиканского бюджета выделили 800 миллионов тенге. Даже несмотря на режим карантина, работу специалисты продолжают по плану. Весенняя вакцинация скота продлится до июня. Абай Альжанов, Желтвизбек Ермуканов, Новости МТРК. И к другим темам. С начала года в регионе произошло свыше 400 возгораний сухой травы и 198 пожаров. Огненная стихия унесла жизни 16 североказахстанцев. Еще 7 получили ранения. Только за минувшую неделю, по информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в регионе зарегистрировано 17 пожаров. Два крупных случились в Казалжарском районе и имени Габита Мусрепова. Подробности далее. Первый крупный пожар случился 2 мая в селе Прибрежное Казалжарского района. Пламя охватило цех по производству яичных лотков площадью 1100 квадратных метров. Причина возгорания, по версии спасателей, стало неосторожное обращение с огнем. 2 мая 18.32 на путь пожарной связи города Петропавловск поступило сообщение о том, что горит цех. На месте пожара работают 9 единиц пожарной техники, а также 58 человек личного состава. На месте пожара создан оперативный штаб, 3 боевых участка. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Чего не скажешь о втором пожаре, который произошел тем же днем в селе Червоное района имени Габита Мусрепова. Пламенем было охвачено дом полностью. На месте пожара был обнаружен труп женщины 1966 года рождения. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Со слов соседей, женщина вела социальный образ жизни. Лесные и степные пожары. С начала этого года по области зарегистрировано свыше 400 случаев возгорания сухой травы. Огонь охватил площадь более 560 гектаров. Кроме того, в регионе произошло 12 лесных пожаров. Общий ущерб, причиненный государству – 1 миллион тенге. В целях выявления и пресечения неконтролируемых отжигов в области создано 55 мобильных групп, в которых входят сотрудники органов гражданской защиты, департамента полиции, управление природных ресурсов, также территориальная инспекция лесного и охотничьего мира. Ежедневно ими осуществляются рельды. За бесконтрольный отжиг сухой травы, мусора и стерни грозит суровое наказание. К примеру, с начала пожароопасного периода к административной ответственности привлекли 71 человека. Сумма штрафов, которые им выписали полицейские, превысила 230 тысяч тенге. Также в департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали о паводковой ситуации. Она сейчас в регионе стабильная. Наблюдается снижение уровня воды на Сергеевском водохранилище и Петропавловском гидроузле. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, новости МТРК. В Петропавловске завершились спецсборы военнообязанных. В них приняли участие 39 североказахстанцев. В течение 20 дней они проводили дезинфекцию дворов, подъездов, детских площадок, блокпостов и улиц областного центра. Всего обработали свыше 3500 объектов. Их труд и вклад во всеобщую борьбу с коронавирусом отметили на торжественном построении. Вручили благодарственные письма Акима области. Репортаж Анжелики Сычевой. О том, что в Казахстане начался призыв военнообязанных на специальные сборы, Максим Врунгель узнал через СМИ. И уже на следующий день изъявил желание вступить в ряды добровольцев. С введением в стране режима чрезвычайного положения, как и многие казахстанцы, временно остался без работы. Но сидеть без дела Максим не привык. Мы занимались обработкой города. Обрабатывали более 200 домов. Люди реагировали хорошо. Кто-то звал на чай, кто-то кричал спасибо, кто-то... В общем, благодарность была уйма. Вызвался помочь трудное для всей страны время и науразбай Касымов. Долг родине парень отдал еще два года назад. И вот он снова в строю. Остаться в стороне я просто не мог. Сомнений в том, что буду участвовать в сборах, не было. Это наш общий долг. Ведь только если мы вместе, пандемия нам не страшна. Я очень люблю свою страну, свой родной город. И мне кажется, это самое минимальное, что мы могли сделать. Ничего сложного в нашей работе не было. Особенно мотивируют добрые, благодарные люди. Для таких хочется делать больше и больше. Всего в нашей области на специальные сборы призвали 39 военнообязанных. В большинстве своем это те, кто уже служил в армии и те, кто окончил военно-техническую школу. В течение 20 дней ребята занимались дезинфекцией улиц областного центра. В нашей области с 14 апреля по 3 мая были организованы и проведены специальные сборы военнообязанных. За 20 дней сборов военнообязанными продезинфицировано более 3,5 тысяч объектов. Это подъезды жилых домов, остановки, детские площадки и другие объекты. Сегодня проводится торжественная часть. Сегодня заключительный день сборов. Каждый военнообязанный будет поощрен. Участникам сборов вручили благодарственные письма от имени главы региона и денежное вознаграждение в размере 42 500 тенге. Я думаю, что на граждане прибыл. Оценили труд ребят и жители города. Я хочу от лица наших жителей города Петропавловска, в частности двор, где я живу, выразить огромную благодарность тем ребятам, военнослужащим, которые приняли участие в дезинфекции нашего жилого двора, подъездов. Это очень хорошее, нужное дело. Они здорово помогли, потому что то, что они проделали какую огромную работу, и не считаясь собственным, так сказать, здоровьем, мы им очень благодарны. Анжелика Сычева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Вы смотрите новости на МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. Воспоминания и факты о Второй мировой войне. Изучению темы краевед Вера Егорская посвятила не один год. За это время она нашла много информации о своих близких, которые ушли на фронт. Кроме того, преподаватель с полувековым стажем собрала данные, связанные с североказахстанцами, которые воевали и трудились в годы Великой Отечественной войны. Подробности у Дарьи Пышмынцевой. Детские воспоминания времен войны – вещь удивительная, уникальная, рассказывает руженица тыла, педагог с 50-летним стажем, краевед Вера Егорская. Какие-то моменты, например, пугающие, тревожные, преобразовывались сознание и становились чуточку мягче. А редкие мгновения радости, напротив, были такими яркими, будто каждый раз перед ними в детские руки попадал калейдоскоп цветными стеклышками. Вере Никитичне всегда казалось, что она на все вокруг смотрит сквозь волшебную трубу, с интересом, смешанным с любопытством. Это чувство не угасло, даже когда, сидя в парке с папой, с мороженым и морсом в руках, она узнала, что началась Великая Отечественная. Намного позже, став педагогом, прикоснувшись к фактам и цифрам, Вера Егорская по-настоящему поняла, что такое война. На фронт ушло 100 тысяч североказахстанцев. Из них так, значит, 25 тысяч из города и 75 тысяч из села. Население Петропавловска в то время составляло где-то 113 тысяч. Вы представляете, что это такое? Сколько людей ушло? Из 100 тысяч североказахстанцев вернулось только 55. 45 тысяч остались на полях войны. Причем в книге памяти занесено только 35 тысяч. Судьба 10 тысяч осталась неизвестной. Они отдали свою жизнь за мир и свободу, за победу, которую всеми силами приближал каждый, кто ушел на фронт. Герои Советского Союза, кавалеры Ордена Славы, в общей сложности в нашем регионе их 66. Огромную поддержку тем, кто находился в полях Второй мировой, оказывал тыл. Заводы, предприятия, совхозы. В последних наравне со взрослыми трудились дети. Основной же костяк рабочих за так называемой линией огня состоял из женщин. Обувь, подходящая под сумку, укладка, макияж, маникюр. Современные представительницы прекрасного пола всегда хотят выглядеть идеально. Годы Великая Отечественная практичность во внешнем виде вышла на первый план. Красота ушла на второй. Да и удивлять ею было некого. Все время тружениц тыла уходила на работу в поле или за станком. За время войны на фронт было оправлено 121 770 теплых вещей. В том числе 5 тысяч пар валенок, 16 тысяч пар теплого нательного белья, 18 350 пар варежек, 23 тысячи телогреек и брюк, 20 тысяч шапок-ушанок. К концу 41-го года уже 4670 женщин село за руль полуторок тракторов, комбайнов. Помогали и дети. И знаете, вот выходило как по Некрасову. В больших сапогах, в полушевках овчинных, в больших рукавицах, а сам с ноготок. Иногда люди видели, смотрят, пашет лошадь, а не видно, как эта лошадь идет. А оказывается маленький мальчик сидел на лошади, прилег, его не видно даже. Невидимый труд и очень большая надежда на то, что война закончится, враг уйдет. И он ушел. Вера Никитична рассказала, что в День Победы на столе в каждом доме устроили пир на весь мир. Главными блюдами которого был винегрет и отварной картофель. А в голове у каждого советского гражданина крутились одни и те же слова. Выступал Калинин. Он был старичок уже. И вот его старческий голос звучал так проникновенно. Он начал выступление так. Граждане и гражданки Советского Союза. Великая Отечественная война окончена. Поздравляю вас. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. История застывшая в камне и металле. В Североказахстанской области есть больше полутысячи памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 12 из них находятся под охраной государства. В Петропавловске в канун юбилейной даты отремонтировали 4 таких исторических объекта. Подобная работа прошла и в районах. Дарья Пашмынцева продолжит. Блиндаж – памятник воину-освободителю пушки времен Второй мировой. Такой облик Парк Победы приобрел 10 лет назад. В Центре по охране историко-культурного наследия рассказали, что к 9 мая мемориальный комплекс будет выглядеть идеально. Внимание уделят каждой детали. В текущем году на большинстве памятников произведены ремонты. К примеру, в городе Петропавловске – это мемориал боевой славы «Вечный огонь», обелиски в Парке Победы и в Парке культуры и отдыха, а также памятник 314 стрелковой дивизии. До конца недели пройдут субботники на городских кладбищах, где находятся братские могилы. Со стороны территории рядом с памятниками выглядят аккуратно и чисто, но только если не пробираться вглубь. До 9 мая в порядок приведут объекты истории, связанные с Великой Отечественной и в районах, где средства на эти цели в основном выделяют спонсоры. К примеру, в селе Белом Мамлюцкого района за счет спонсоров крестьянских хозяйств был отреставрирован обелиск на сумму 3 миллиона тенге. Всего в Север-Казахстанской области находятся больше полутысячи памятников, посвященных Великой Отечественной войне. 12 из них охраняет государство. Дарья Пашмынцева, Жулдозбек, Ермуканов, Новости МТРК. Работал в тылу, а в 16 лет ушел на фронт, где впервые увидел кровь, смерть и разруху. Своей историей с командой МТРК поделился ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Демин. Ему 93 года. В преддверии Великого дня победы ветерана навестил коллектив Есельсу. Там фронтовик работал в послевоенное время вплоть до пенсии. Об отваге, героизме и самозабвенной любви к родине наш следующий материал. Как мы ждали этот день, этот день мы приближали, как могли. День победы Николай Демин приближал и на линии огня, и в тылу. В 42-м году он семиклассником трудился на заводе имени Кирова. Поблажек детям не делали, да они и не просили. Работали в ночную смену по 12 часов. Засыпали прямо за станками, но никогда не жаловались. Все для фронта, все для победы. Ради нее готовы были и жизнь отдать. Вчерашние школьники шли военком, просились на войну. Среди них был и Николай Демин. Мал еще, приходи позже, говорили 16-летнему мальчишке. Но этот парень умел убеждать. Я говорю, товарищ капитан, ну что вы, ведь мы комсомольцы. Мы всех живем, на фронт нам надо, потому что надо родину свою защищать. Такая у нас у всех была, настрой у всех комсомольцев был, у всех молодых ребят. Ну он говорит, ладно, давай тогда я тебя запишу, как доброволец. Добровольно под пули, добровольно в окопы. В пехоте было сложнее всего. Каждый день, как на минном поле, вспоминает Николай Иванович. Он был разведчиком, добывал цену для армии информацию, работал у врага под носом. Попадал под обстрел, оказывался лицом к лицу с фашистами, но родился под счастливой звездой. Не всем так повезло. Начались бои по освобождению Белоруссии. Под Витебском их там окружили, большую группу немцев. А наш полк понес, 706-й стрелковый полк, понес большие потери. Мы, молодые ребята, не обстреляны еще были, увидели, сколько убитых наших ребят, сколько убитых товарищей. Машины, пушки, танки. Идешь, идешь, когда вы так двигались на окружение. Идешь, идешь, столько побитых, столько убитых, столько раненых. Господи. Их место в полку заняли прибывшие солдаты. Такие же молодые, неопытные, но отважные. Их перебросили на Прибалтийский фронт. Освободили литовский город Шауляй. Там Николай Дземин и получил первое ранение. Город прошли, а немцы отступили на запасные позиции туда, возле леса туда, с километра, наверное, за городом. Там засели. Мы только вышли сюда на поле, а тут поле. А по нашей пехоте ведут артиллерийский обстрел. Большие взрывы идут, лупят снарядами. Один из этих снарядов упал рядом с Николаем Дземином. Зацепил он и его четырех боевых товарищей. Командир взвода погиб на месте. Выбежали из-под обстрела. Раненые, но живые. Отправились в полевой госпиталь. Там из плеча Николая Ивановича вытащили осколок. Длиной сантиметров 4-5. Оставшиеся мелкие трогать не стали. Слишком много раненых бойцов. Времени не было. После месяца в госпитале Петропавловец отправился в танковые войска. Освобождали литовские города. Да, нарывались на минах, горели танки, обстреливали. Что ни день, то бой и испытания. Каждый в памяти ветерана сохранился навсегда. Но есть один особенный день. Его Николай Иванович вспоминает и со слезами, и с улыбкой. Смотрим, километр от нас. В аэропорт был. Там началась стрельба. Так и ракеты стреляют. Светлые ракеты. Только стемнело. Только стемнело еще. Думаем, что такое? Неужели они самолеты бомбят, налетели? Прибегает командир полка. Кричит, строится срочно, строится, срочно строится. Мы побежали, каждый по своим машинам. Выстроились все возле машин. Стоим. Он говорит, товарищи, день победы. Ой, как начали, то все кричат, ура, хватает, из автомата лупим. Водцы, подверх, стреляем вверх. Наганы, офицеры из наганов стреляют. А кто заскочил в танк из пулемета, стреляет кверху. А командир полка кричит, только из пушек не стреляйте. А с остальными все, можно стрелять. После войны с Японией. Гражданской жизни Николай Иванович вернулся только в 50-м году. Ему было 24. Устроился на работу в Союз Целинвод. Сейчас это Есельсу. Там трудился до пенсии. Сейчас ветерану 93 года. У него пятеро внуков и двое правнуков. А недавно родилась праправнучка. Ваша семья любит и гордится своим героем Победы. Как и коллектив Есельсу. Дню Победы, Николай Иванович дорогой. Вам огромное спасибо за ваш мужество, героизм. Из 24 ветеранов войны, работавших в Есельсу, в живых осталось только трое. Айгири Мукашева, Казбек Рыкпаев. Новости МТРК. В этом году из-за режима ЧП празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в ином формате. Чтобы поддержать фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, партия Нуратан запускает акцию «Благодарность ветерану». Принять участие в проекте может каждый желающий и оформить письмо со словами благодарности. В Петропавловске осталось всего 36 ветеранов, и они нуждаются в нашем внимании. Все письма будут приниматься до 6 мая по следующим адресам. Улица Абая, 15, здание партии Нуратан. Вахты школ города номер 8, 40, 25, 31, 12, 13 и Казахская школа-гимназия. Одно письмо одному ветерану. Вручат их 8-9 мая. История фронтовой ложки. Среди 4 тысяч экспонатов, которые хранятся в Музее областного полицейского ведомства, особо выделяется экземпляр, подаренный ветеранам органов внутренних дел Александром Понуровским. Сейчас эта алюминиевая ложка служит напоминанием о Великой Отечественной. В разные годы в органах внутренних дел Североказахстанской области служил 771 фронтовик. Сейчас их осталось только трое. Подробности в материале подготовлены при содействии пресс-службы областного департамента полиции. В музее департамента полиции особое место занимает экспозиции, посвященные победе Великой Отечественной. Среди документов и редких фотографий здесь хранятся образцы амуниции, оружия и боеприпасы. Это десятки экспонатов, которые отображают жизнь, быт солдат фронтовиков. На этом монументе высечены имена 770 сотрудников органов внутренних дел Североказахстанской области, ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них уже не среди нас, но многие живы в стенах нашего музея, куда они передали самое дорогое, самое ценное того страшного времени. Фронтовые гимнастерки, котелки, фляжки, ложки, документы и многое-многое другое. Наш земляк Александр Фролович Понуровский был призван в армию в 1940 году. Воевал на Западном фронте, участвовал во взятии Бреста и Гомеля, освобождал Беларусь, Польшу и Восточную Германию. Победу встретил в звании старшего лейтенанта. Уже послевоенные годы он посвятил долгие годы службе в органах внутренних дел. На пенсию вышел в звании полковника. Одним из подарков музею от фронтовика стала самодельная алюминиевая солдатская ложка, которая многие годы хранится в зале боевой славы североказахстанской полиции. Эту ложку для любимого командира изготовил один из солдат во время отдыха между боями под городом Брестом. Брестом сделана она с огромной любовью и передана как напутствие счастливого возвращения домой к любимой супруге. В разные годы в органах внутренних дел Североказахстанской области служил 771 фронтовик. Сейчас их осталось только трое. В канун Дня Победы руководство и личный состав полиции проведают каждого из них, а также 14 тружеников тыла и трех вдов ветеранов войны. Абай Альжанов при содействии Переслужбы областного департамента полиции. В преддверии Дня Победы в Северном Казахстане проходят онлайн мероприятия, посвященные героям того времени, подвиг которых не забыт. В областном краеведческом музее стартовала серия онлайн-демонстраций о североказахстанских фронтовиках. Первый эфир прошел под названием «Звезда героев». В музее имеется отдельный зал, посвященный Великой Отечественной войне. Дети и взрослые всегда с особым интересом рассматривают каждый экспонат. Приезжают и родные погибших солдат. Но на данный момент посещение музея невозможно, поэтому работники решили проводить онлайн-экскурсии. В первой трансляции рассказали о жизни петропавловца Александра Матвеева. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной. На фронте был командиром рот и затем батальоном мотострелковой бригады. Участвовал в боях на Курской дуге, форсировал Днепр и пруд. Сражался в Великой Битве на Волге, в кровопролитном сражении, которое продолжалось 200 дней и ночей. Свой вклад Александр внес и в освобождение множества городов. Он не единственный, о ком расскажут североказахстанцам в предпраздничные дни. В рамках онлайн-демонстрации «История одного предмета» 4, 5 и 6 мая проводят эфиры. Мы рассказываем вам о земляках, участниках Великой Отечественной войны. 5 мая в 12 часов мы расскажем о Жанове Урозае, снайпере 316-й стрелковой дивизии. 6 мая в 11 часов эфир будет посвящен фронтовым письмам Павла Чинишева, которые бережно хранятся в фондах нашего областного историко-краеведческого музея. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Субтитры создавал DimaTorzok